Йори ребят, всем привет, с вами как всегда и Воларусы, и сегодня мы находимся с вами не в обычном Майнкрафте, а в Майнкрафт Хардкор. И сегодня мы будем проходить этот Майнкрафт в режиме Хардкор. Офигеть! Помимо этого, сегодня у меня стоит очень классный мод, который позволяет есть абсолютно всё, что ты видишь. Например, вот эту землю. И если вдруг она вам не понравилась, вы сможете с лёгкостью её выплюнуть. Эх, правда мы немного проголодались из-за этого, поэтому предлагаю её обратно съесть. Вот такие вот очень удобным и приятным способом. Короче говоря, это действительно даже облегчит нам игру в Майнкрафте, потому что мы с помощью этого мода сможем есть обычную землю и насыщаться с помощью неё. Это же нереально классно. Ладно, давайте не будем медлить и погнали проходить Майнкрафт. Как обычно, для начала давайте сургаем дерево, сделаем верстак и первые инструменты. Теперь мы можем отправляться в шахту и добывать классные вещи. Погнали. Интересно, как будет быстрее, если мы будем копаться киркой или же если мы будем есть... Ой, нет, нет, нет! Я съел свою деревянную кирку, вот идиот! Капец, придётся крафтить новую. Ладно, на этот раз, я надеюсь, ничего лишнего не съем. Давайте просто продолжим копать вниз. А, ну смотрите, в принципе, не таким уж плохим образом мы можем просто брать и проходить этот Майнкрафт вот таким вот образом. Правда, у меня какие-то эффекты странные. Ладно, давайте просто добудем булыжник. Добыв немного дуба и булыжника, давайте сделаем себе каменную кирку. А теперь можно по-серьёзному отправляться в шахту. Обязательно добудем уголь, он нам понадобится для того, чтобы затопить печень, для того, чтобы освещать путь. Более того, из него ещё и опыт падает, он нам поможет, чтобы зачаровать что-то, хотя я не знаю, нужно ли нам это. Ну и как же мы можем просто взять и забыть про железо? Оно нам тоже понадобится. Итак, я немного проголодался, поэтому, на самом деле не проголодался, поэтому предлагаю съесть земли. Балдивош, какая вкусная земля, правда от неё у меня слабость 2, но ничего страшного. Интересно, сможем ли мы съесть железную руду? Давайте попробуем. Хм, вполне съедобно, посмотрите, она ещё и меня восстанавливает. Офигеть, это очень неудобно. Ладно, а если мы её с вами выплюнем? О, эффект пропал и руда добылась. Ничего себе, мы можем с помощью нашего рта добывать эту руду. Ладно, я предлагаю всё равно её съесть, она очень полезная, походу. Капец, впервые такое в Майнкрафте. Ой, у меня теперь голод. Не знаю, нужно ли мне это золото, кстати, вообще ничего не видно, поэтому предлагаю сделать факела. Теперь намного лучше. Ну, ладно, давайте добудем ещё железо. Офигеть, походу я нашёл алмазы, но, к сожалению, мне их нечем добыть. Но у меня есть интересная идея, а что если мы их съедим прямо сейчас? Офигеть, вот это эффект от алмазов. Я даже не думал, что настолько сильно. Офигеть, вы посмотрите, насколько алмазы дают жёсткие эффекты. Офигеть. Ну, теперь давайте это выплюнем. Всё, выплёвываем всё. И, получается, мы добыли алмазы дурадус без кирки. Это офигенно, ребят, это реально работает, отлично. Получается, мы сможем сделать абсолютно то же самое и с обсидианом. И с помощью него сделать портал ватт. Это действительно облегчит нашу игру в Майнкрафте, и я предлагаю этим воспользоваться. Ну, а прежде всего, конечно же, нужно подкрепиться. Подкреплюсь яндезитом, он вроде бы полезный, не знаю. Топровол, скажите на вкус, как вам этот блок? Балдиош. Добудем ещё железо. Интересно, какие эффекты будут от подъеденного золота? И мне просто очень интересно это узнать. Ой, не то. Нет. Нет! Фух, чуть не сел кирку. Итак. О! Смотрите, я выплюнул золотой слиток. Это что? Это что такое? Это как? Офигеть! Ладно, неплохо. Мы добыли с вами всё, что нам нужно. У нас сила 2, и это просто невероятно круто, потому что она будет позволять нам убить дракона намного быстрее. Мы должны этим будем пользоваться, ребят, обязательно. Так, окей, в принципе, я думаю, пора убираться отсюда, потому что больше я не знаю, что ещё можно найти. Может ещё... О, давайте ещё покушаем золото. На самом деле, я очень сытый, но я всё равно продолжаю есть это золото для того, чтобы получать как можно больше эффектов. Всё, давайте пойдём отсюда. Делаем печки. Ну, примерно вот таким образом. Кстати, уже темнеет, и я даже не знаю, как мне переночевать в ту ночь. Так, угля у меня, конечно, немного, но я надеюсь, мне будет его достаточно для того, чтобы всё это переплавить. Очень сильно это надеюсь. Итак, нам нужно скорее убить овечек и поспать, потому что... В... А, вон они, овечки. Так, давайте переплавим хотя бы 2 слитка, чтобы сделать ножницы, и отрежем им шерсть. Бамс! Бамс! Бамс-бамс! Отлично, теперь пора спать. Делаем кровать и ложимся. Собираем железо и крафтим хорошую броню. Также не забываем переплавить алмазы, потому что у нас, к сожалению, руда, а не сами алмазы выпали. Фулл железный сет готов. Ура! Остаётся сделать немножко алмазный меч. Просто обалдеть. Не забываем про железную кирку. Ну, а теперь можно отправляться на поиски обсидиана, и я думаю, что сейчас нашим способом мы сможем его добыть очень быстро. Итак, вот такую вот расщелину я смог найти неподалёку от себя, и... О! Ещё одни алмазы! Ничего себе! Так, ну это вообще, на самом деле, мне сейчас алмазы не очень нужны. Мне нужен обсидиан. Но алмазы, конечно же, давайте тоже добудем. Тем более, их не один, их целых два, но тоже неплохо. Отлично, а теперь предлагаю взять и съесть этот обсидиан. Так, давайте возьмём и попробуем это всё съесть. Ну, смотрите, в принципе, это не так долго. Мне даётся fire resistance на 5 минут, и это значит, что это мы сможем использовать против наших эфритов, когда будем с ними сражаться. Это невероятный плюс. Короче говоря, очень быстро добываются обсидианы. И это очень странно, почему так. Итак, я дома, и я готов выплюнуть весь этот обсидиан, который я смог сегодня съесть. Отлично! Ой, правда, я сейчас очень голодный, капец, мне нужно срочно что-то поесть. Срочно кушаем землю, а то я сейчас проголодаюсь опять. Супер. Делаем зажигалку, отправляемся в ад. Офигеть, мой портал оказывается сразу же в крепости. Нам невероятно сильно везёт, а это значит, что прямо сейчас с fire resistance мы можем брать и атаковать эфритов. И один нанесут нам... Ой, не очень много урона. Главное, чтобы эти... Не нанесли много урона, капец. Аккуратно, аккуратно. На! На! Главное не попасть по свинозомби. Отлично, минус один. Они просто-напросто по мне не попадают. Отлично! Правда, их очень много. Отлично! Они просто не наносят мне дамаг из-за этого fire resistance, и это очень круто. Кстати, вы, наверное, не знали, но мы даже мобов можем есть. Давайте попробуем. Мы съели эфрита. Только что, вот вы видели это? Это серьёзно только что было, и мы просто взяли и съели эфрита. Это действительно работает. Итак, я дома, и я добыл немного палок эфритов. Отлично! Это было не очень сложно, на самом деле. И самое главное теперь это убить эндерменов. Кстати, я, наверное, съем немного алмазов или золота для того, чтобы эндерментов было убивать ещё легче. Потому что и золото, и алмазы дают невероятно классные эффекты в этом моде. Поэтому предлагаю прямо сейчас этим, конечно же, тоже воспользоваться. Какой же всё-таки красивый закат. А это значит, что самое время охотиться на эндерменов. И, в принципе, я думаю, что пора приступать. Как только я вижу какого-нибудь эндермена, я сразу же попробую съесть золото. Да, золото съем. Итак, я вижу эндермена, и это значит, что пора всё-таки попробовать съесть это золотой слиток. Едим. Получаем силу 2 и атакуем этого эндермена. Он всё равно долго умирает, ничего себе. Отлично. Ну-ка, а за сколько ударов мы убьём скелета? За 2. Ничего себе. Давайте съедим ещё золото. Отлично, мы съели всё золото, к сожалению. О, сколько эндерменов! Отлично, сейчас мы их убьём. Ну-ка, а что будет, если мы возьмём и съедим алмазы? О, господи! Вот это реально круто. Мне кажется, настало... Ты чё офигел? Сейчас я тебя съем! Мне кажется, настало самое время крафтить глаза эндера и отправляться на поиски этого мира. Кидаем. Главное, случайно не съесть глаз эндера. Поплыли! Ну, побежали точнее. Уху! Итак, мой жемчуг приземляется прямо сюда, и это значит, что мы можем отправляться. Блин, главное, чтобы жемчуг мы ещё смогли найти всё-таки. Копаем вниз. Хм, интересный сундук. Отлично, яблоки. Ой, ё-моё! Так, всё-всё-всё, надо скорее отправляться. Отлично, тут есть портал. И давайте... А! Что? Капец, я куда-то кинул эту штуку, я не могу её найти. Я слышал звук там. Ё-моё, какой же я придурок. Я нашёл! Всё, теперь точно можно отправляться. Поехали! Знаете, что мне резко стало интересно? Сможем ли мы сразу съесть эндер-кристаллы? Или вообще эндер-дракона? Мне кажется, мы можем попробовать это сделать прямо сейчас. Начнём с кристаллов. Просто строимся наверх. А теперь берём и кушаем кристалл. Офигеть! Мы можем съесть кристалл, и он просто пропадёт! Невероятно. Таким образом, я смогу съесть все кристаллы. Это прекрасно. Итак, все кристаллы уничтожены. Ну а теперь давайте проверим. А, не все! Блин, ё-моё, да что ж такое? У меня всего лишь 16 блоков осталось. А, нет, ещё есть дуб. Отлично. Подождите, ну-ка, подождите. Я хочу просто попробовать его съесть. У меня это получится сделать? Ну-ка, лети сюда. Ну-ка, эндермена. О, я съел его. А-а-а! Съедаем последний кристалл. Ура! Теперь можно его съесть. Остаётся только ждать, пока он приземлится. Съем на всякий случай алмазы. О, да, так намного круче. Ну-ка, посмотрим, какой же урон мы сможем ему нанести с такими эффектами. Я никогда так долго не убивал дракона. Он почему-то очень резко приземляется. Ой, и очень, очень редко приземляется. Вот опять он приземляется. Давайте съедим золотую руду. Нам дастся с вами сила 2. И по идее мы должны будем его убить. Ё-моё, неужели мы это сделали? Я не верю. Фух, господи. Мы смогли пройти Майнкрафт. Просто мы не слили, конечно, как я вам обещал, дракона. Мы его убили. Но зато честно. Собираем опыт и отправляемся обратно. Мы прошли Майнкрафт. Всем огромное спасибо за просмотр этого видеоролика. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал. Также можете за другим видеороликам, нашим поконечным заставкам, которые сейчас появились у вас на экранах. Всем огромное спасибо. Всем пока. До скорых встреч.